Психосоматика выпадения волос. Проблема аллопеции зачастую спровоцирована более серьезными психологическими проблемами, нежели нарушением функционирования внутренних органов. Детально изучив вопрос, что такое психосоматика и как она влияет на выпадение волос, можно навсегда излечить аллопецию. Апостроф закрывающая круглая скобка. Что такое мнение о том, что любые заболевания спровоцированы преимущественно нервными расстройствами, можно объяснить с научной точки зрения. Психосоматика – особое направление в медицине, изучающий связь между заболеваниями нервной системы и проблемами со здоровьем. По статистике, более 75% болезней развивается у человека на фоне депрессии, длительного состояния и нервного перенапряжения. Объяснить такую ситуацию просто. Нервная система в состоянии стресса выделяет вещества, при контакте с которым иммунитет теряет свою силу. Нервные расстройства снижают защитные силы организма перед негативными факторами внешней среды. В результате развиваются заболевания внутренних органов и систем. Причина аллопеции, стресса, взаимосвязь, психосоматики и облысения просматривается в следующих моментах повышенной. Уровень кортизола замедляет обменные процессы в организме, иммунитет теряет свою силу и организм начинает восполнять необходимые вещества из ногтей волосяного покрова. Стресс провоцирует моменты кислородного голодания. Особенно страдают клетки волосяных луковиц. Как результат блокируется процесс роста новых волос. Депрессия и нервные срывы активизируют процесс выпадения волос, замедляет рост новых волосяных фолликулов. В результате развивается облысение. Гормональный дисбаланс, спровоцированный нервными расстройствами, может стать причиной витаминоза. Недостаток витаминов отражается на состоянии волос. Они резко теряют свой блеск и силу, быстро выпадают, медленно растут. Диагностика. Точный ответ является ли психосоматика. Причиной выпадения волос может дать профильный специалист на основании проведенных обследований. Но существует ряд симптомов, развитие которых связывает аллопецию и психоэмоциональные расстройства. Процесс выпадения волос развивается постепенно. Если облысение спровоцировал не стресс или нервное перенапряжение, а болезни, то волосы редеют очень быстро. Меняется структура, внешний вид волос. Одновременно с аллопецией развивается процесс чрезмерного выделения кожного сала. Волосы быстро жирнеют, тускнеют, пропадает объем и эластичность. Такие симптомы объясняются гормональным сбоем в организме, спровоцированным затяжной депрессией. Ухудшается состояние не только волос, но и кожных покровов, ногтей. На фоне прогрессирующих проблем нервной системы кожа меняет свой оттенок, быстро стареет, ногти слоятся, ломаются, волосы начинают резко выпадать. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Лечение облысения, лечение аллопеции, спровоцированной нервными расстройствами, включает в себя комплекс мероприятий. Их основная цель – стабилизировать эмоциональный фон пациента. По результатам проведенных обследований пациенту показаны прием седативных препаратов и антидепрессантов, прием витаминах. Комплексов, физиопроцедуры, улучшающие кровообращение тканей головы, мезотерапия, использование лечебных шампуней и лосьонов. Нанесение масок, приготовленных по народным рецептам. Массаж головы. После консультации с психологом пациенту может быть предложено несколько вариантов методик, способствующих восстановлению психоэмоционального. Фон и устранению проблемы облысения. Наиболее эффективными методиками являются гипноз, гештальтерапия, бодинамика, когнитивно-поведенческая терапия. В процессе лечения лопеции вызваны депрессией и стрессом. Особое внимание стоит уделить рациону питания. На время лечения диетах придется забыть. Только восполняя недостаток необходимых веществ и микроэлементов, можно быстро восстановить густоту волосяного покрова. В перечень продуктов обязательных к употреблению входят молочные продукты, рыбий жир и морепродукты, нежирные сорта мяса, овощи и фрукты, салаты, цельнозерновый хлеб, грибы. Приостановить процесс выпадения волос и предупредить рецидивы лопеции в будущем может работа над собой, формирование стрессоустойчивости. Йога. Регулярные занятия спортом. Восстановиться после перенесенного нервного потрясения помогут путешествия или просто прогулки на свежем воздухе. Методика Луиза Хэй. Общественный деятель, писательница Луиза Хэй. Автор бестселлеров мотивирующей литературы. Ориентируясь на собственный опыт, Луиза разработала уникальную методику лечения заболеваний, спровоцированных психологическими травмами и нервными расстройствами. Именно в психосоматике, по мнению автора, кроется корень всех проблем. Самопомощь – основное правило, следуя которому можно устранить любую болезнь и приостановить патологический процесс. Активный процесс выпадения волос у женщин и мужчин Луиза также связывает с психологическими травмами. Стресс, ощущение тревоги, страх, непреодолимое желание контроля над всеми, недоверие всему миру провоцирует процесс облысения. Вылечить аллопецию, по мнению Луизы, можно отпустив ситуацию, научившись контролировать свой гнев и ощущать спокойствие и безопасность, уверенность в будущем. Только заменяя негативные мысли позитивными, можно достигнуть гармонии с собой и устранить существующую проблему физического нездоровья. Полезное видео «Что такое» Мнение о том, что любые заболевания спровоцированы преимущественно нервными расстройствами, можно объяснить с научной точки зрения. Психосоматика – особое направление в медицине, изучающий связь между заболеваниями нервной системы и проблемами со здоровьем. По статистике, более 75% болезней развивается у человека на фоне депрессии, длительного состояния и нервного перенапряжения. Объяснить такую ситуацию просто – нервная система в состоянии стресса выделяет вещества при контакте с которым иммунитет теряет свою силу. Нервные расстройства снижают защитные силы организма перед негативными факторами внешней среды. В результате развиваются заболевания внутренних органов и систем. Причина аллопеции – стресс. Взаимосвязь психосоматики и облысения просматривается в следующих моментах – повышенный уровень кортизола замедляет обменные процессы. В организме иммунитет теряет свою силу и организм начинает восполнять необходимые вещества из ногтей волосяного покрова. Стресс провоцирует моменты кислородного голодания. Особенно страдают клетки волосяных луковиц. Как результат блокируется процесс роста новых волос. Депрессия и нервные срывы активизируют процесс выпадения волос, замедляет рост новых волосяных фолликулов. В результате развивается облысение. Гормональный дисбаланс, спровоцированный нервными расстройствами, может стать причиной витаминоза. Недостаток витаминов отражается на состоянии волос. Они резко теряют свой блеск и силу, быстро выпадают, медленно растут. Диагностика Точный ответ является ли психосоматика? Причиной выпадения волос может дать профильный специалист на основании проведенных обследований. Но существует ряд симптомов, развитие которых связывает аллопеция и психоэмоциональные расстройства. Процесс выпадения волос развивается постепенно. Если облысение спровоцировал не стресс или нервное перенапряжение, а болезни, то волосы редеют очень быстро. Меняется структура, внешний вид волос. Одновременно с аллопецией развивается процесс чрезмерного выделения кожного сала. Волосы быстро жирнеют, тускнеют, пропадает объем и эластичность. Такие симптомы объясняются гормональным сбоем в организме, спровоцированным затяжной депрессией. Ухудшается состояние не только волос, но и кожных покровов, ногтей. На фоне прогрессирующих проблем нервной системы кожа меняет свой оттенок, быстро стареет, ногти слоятся, ломаются, волосы начинают резко выпадать. Лечение облысения, лечение аллопеции, спровоцированное нервными расстройствами, включает в себя комплекс мероприятий. Их основная цель – стабилизировать эмоциональный фон пациента. По результатам проведенных обследований пациенту показаны прием седативных препаратов и антидепрессантов, прием витаминах. Комплексов – физиопроцедуры, улучшающие кровообращение тканей головы, мезотерапия, использование лечебных шампуней и лосьонов. Нанесение масок, приготовленных по народным рецептам – массаж головы. После консультации с психологом пациенту может быть предложено несколько вариантов методик, способствующих восстановлению психоэмоционального фона и устранению проблемы облысения. Наиболее эффективными методиками являются гипноз, гештальтерапия, бодинамика, когнитивно-поведенческая терапия. В процессе лечения лопеции вызваны депрессия и стрессом. Особое внимание стоит уделить рациону питания. На время лечения диетах придется забыть. Только восполняя недостаток необходимых веществ и микроэлементов, можно быстро восстановить густоту волосяного покрова. В перечень продуктов, обязательных к употреблению, входят молочные продукты, рыбий жир и морепродукты, нежирные сорта мяса, овощи и фрукты, салаты, цельнозер, новый хлеб, грибы. Приостановить процесс выпадения волос и предупредить рецидивы лопеции в будущем может работа над собой, формирование стрессоустойчивости. Йога – регулярные занятия спортом. Восстановиться после перенесенного нервного потрясения помогут путешествия или просто прогулки на свежем воздухе. Методика Луиза Хэй – общественный деятель, писательница Луиза Хэй – автор бессиллеров мотивирующей литературы. Ориентируясь на собственный опыт, Луиза разработала уникальную методику лечения заболеваний, спровоцированных психологическими травмами и нервными расстройствами. Именно в психосоматике, по мнению автора, кроется корень всех проблем. Самопомощь – основное правило, следуя которому можно устранить любую болезнь и приостановить патологический процесс. Активный процесс выпадения волос у женщин и мужчин Луиза также связывает с психологическими травмами. Стресс, ощущение тревоги, страх, непреодолимое желание контроля над всеми, недоверие всему миру провоцирует процесс облысения. Вылечить аллопецию, по мнению Луизы, можно отпустив ситуацию, научившись контролировать свой гнев и ощущать спокойствие и безопасность, уверенность в будущем. Только заменяя негативные мысли позитивными, можно достигнуть гармонии с собой и устранить существующую проблему физического нездоровья. Полезное видео 3 холла про причины выпадения волос. Скорая помощь при выпадении волос.